Обычно, когда речь заходит о жестоких и опасных людях, мы представляем диктаторов, наркобаронов и убийц, каждый из которых проставился своими злодействами в достаточно зрелом возрасте. Но, к сожалению, и среди подростков порой встречаются крайне опасные люди. О пяти самых опасных подростках вы узнаете прямо сейчас. И на пятом месте 15-летний Неемия Грего из Альбукерки. В 2013 году в американском городе Альбукерки произошло массовое убийство латиноамериканской семьи в их собственном доме. Самое ужасное это то, что убийцей был один из членов этой семьи. 15-летний подросток Неемия Грего. Ночью, когда глава семьи был на работе, подросток взял из шкафа полуавтоматическую штурмовую винтовку и пистолет, а затем пошел в комнату матери. Когда Неемия застрелил мать, его младший брат проснулся от звука выстрела и вскрикнул. Тогда стрелок зашел в комнату брата и расправился с ним. Та же участь настигла и двух младших сестер Грего. Последним убийца застрелил отца, вернувшегося с работы только в 6 утра. Затем Неемия решил поехать в Уолмарт, желая убить так много людей, как только он сможет. Но этого не случилось. Полиция задержала мальчика раньше, чем он успел убить кого-то еще. Четвертое место занял 15-летний британец Джеймс Фейер Везер. С марта 2014 по май 2015 года в сме английского города Колчестер стали появляться сообщения о загадочных убийствах. Все жертвы погибли похожим образом. Они были заколты острым предметом во время возвращения домой. Вина за это лежит на подростке Джеймсе Фейер Везере, который страдал психическими расстройствами. На момент совершения преступления ему было 15 лет. Всего чуть более чем за год Джеймс совершил три покушения. Суд Великобритании приговорил Фейер Везера к пожизненному сроку с возможностью досрочного освобождения не менее чем спустя 27 лет. На третьем месте 16-летний подросток из Бразилии, чье имя полиция решила скрыть из соображений безопасности. В марте 2016 года был арестован бразильский подросток, который виновен в убийстве 11 человек. Парень был близок с местной преступной группировкой и большинство убийств совершил именно по их заказу. Примечательно, что почти всегда убийца приезжал на место преступления на обычном такси. Из-за этого один таксист также был убит стрелком, как потенциальный свидетель. Из-за связи с группировкой малого возраста и общественного резонанса, полиция Бразилии даже решила скрыть его имя из соображений безопасности. На втором месте американец Джош Филлипс. Джошу Филлипсу было всего 14 лет, когда он совершил первое убийство. Тогда его жертвой стала 8-летняя соседка Мэдди Клифтон. Все началось с пропажи девочки. К поискам подключилась полиция города, ФБР и 400 волонтеров. А вознаграждение за информацию о местоположении составляло 50 тысяч долларов. В конце концов, тело девочки нашла мать Джоша в его собственной комнате. Мальчик признался, что убил Мэдди, когда играл с ней в бейсбол. Девочка попала в него бейсбольным мячом, и разозлившийся Джош ударил Мэдди бейсбольной битой в глаз. Это вызвало кровотечение, и Мэдди стала кричать. Перепуганный Джош потащил девочку в свою комнату, задушил ее телефоном-шнуром и ударил битой еще 11 раз. За содеянное Джош Филлипс был приговорен к пожизненному сроку без права на освобождение. На первом месте серийный убийца из Великобритании Грэм Янг. Грэм Янг с самого детства увлекался химией и в особенности изготовлением яда. В 14 лет, получив замечание от своей мачехи по поводу его увлечения, Грэм решил отравить ее. Перенеся несколько приступов сильной рвоты, женщина вскоре умерла. То же самое Грэм пытался проделать со своим отцом и тетей, но его успели арестовать. И все же вскоре Грэма отпустили без предъявления обвинения, и он продолжил попытки отравлять своих близких. В результате этих действий подросток попал под суд, который приговорил его к принудительному лечению в психиатрической больнице. Даже там Грэм продолжил попытки отравить людей. Получив доступ к больничной лаборатории, он стал создавать новые яды, использовать их против персонала и других пациентов. После нескольких неудачных попыток над Грэмом провели второй суд, в ходе которого молодого химика приговорили к пожизненному заключению в тюрьме. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на канал, а также предлагаю посмотреть эволюцию СССР и как наши тела будут эволюционировать в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok